Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Здравствуйте, уважаемые слушатели! Начинается программа Очевидец. Сегодня проведу и я, Олег Пека. И мы в этой программе вспоминаем какие-то страницы прошлого, Может быть, незаслуженно забытые Какие-то вот события, которые Хотелось бы напомнить И застрить внимание на том, что происходило в прошлом Вот в этом году будет отмечаться 75-летний юбилей Государственного Рижского театра Аперетты И тем не менее, вот для тех, кто служил в этом театре Это очень грустный юбилей Потому что другой юбилей есть 25 лет, как этого театра больше не существует И вот сегодня мы будем вспоминать Ну вот и судьбу этого театра И то причины, по которым Вот как случилось так, что Популярный, востребованный и Интересный театр Внезапно вот исчез В эти какие-то очень странные Такие смутные Времена середины 90-х годов Кому это было выгодно И вообще зачем это все происходило И сегодня в нашей студии Вот бывшая солистка, звезда этого театра Индра Линдене-Лучко Здравствуйте, добрый день Здравствуйте И вот работник балета Светлана Синькова Здравствуйте Здравствуйте И вот мы, наверное, может быть Вспомним С чего начинался театр Что произошло Как складывалась его судьба Он несколько раз менял название И переезжал То есть до того, как он оказался На Бревибас 96 Вот многие сейчас знают Что там находится Ночной клуб Ларокко А вот до этого там Долгие годы Но еще до этого он появился Вот в 45-м году В 45-м году Да И именно в 45-м Бывшая баранка Как ее в народе называли Это был дом культуры Причем он отапливался дровами Это сразу после войны Вот И первое время Ну там сделали спектакль Естественно Уж сильных профессионалов не было Потому что это самое начало Только становление Но русская труппа Первая Буквально через полчаса Может быть Чуть позже Уже образовалась И латышская труппа Так что А уже в 40 Вот я не помню 48-й или 49-й Они переехали Дали здание На Бревибас 98 6 И там театр существовал до 95-го К сожалению нам даже не дали отметить 50-летие театра Потому что в марте нас закрыли 95-го А в декабре мы бы праздновали 50-летие Такая грустная действительно история До которой вот мы тоже доберемся Вот Светлана может быть несколько слов Вот о том Насколько была сильная труппа балетов Которые Вы принимали участие Насколько Ну то есть этот театр складывался Складывался из нескольких составляющих Там были солисты Там был хор Там был балет Там естественно Оркестр Оркестр был Да Насколько вот сильными были Ну я знаю что Звучали там какие-то обвинения Что вот Дескать он Любительский был театр Вот насколько это Было Профессиональным И Это конечно неправда Потому что все артисты балета имели дипломы Все закончили хореографическое участие И поэтому все были профессионалы Другое дело С партнерами было немножко сложнее Но Я начинала В 74 году У нас балетмейстер была Янина Панкрат Вот И она умудряла ставить так Что даже люди знающие Не обращали внимания Что партнеры не профессионалы Она так ставила Все номера Что все думали Что все профессионалы То есть она умела Подать Все это так Как будто Так должно быть И сказать Что было непрофессионально Что это Какая-то самодеятельность Это просто неправда Все были профессионалы Индра Скажите Как вы попали Я знаю Что у вас Это действительно Очень интересная Удивительная судьба Я буквально на днях Я случайно Наткнулся на Одно интересное интервью Дмитрия Быкова И у него прозвучала Вот такая мысль Которая мне показалась Она очень актуальна Он сказал Что вы знаете Люди моего поколения Чуть-чуть может быть Постарше Помоложе Вот в районе 50 Которым было Говорит Вот мы Наша трагедия в том Что мы Готовились жить В одной жизни Вот нас Как будто бы мы учились Это имеется ввиду Ну вот тогда Как в Советском Союзе И когда вдруг Вот мы оказались В другой жизни Для многих Это оказалось трагедией Потому что Они не были приспособлены Может быть К какому-то такому К капиталистическому оскалу К такому выживанию Необходимости Вот Он говорил Что вот мы Вот как бы были Может быть Таким инфантильным поколением Вот В этом была трагедия И такая тяжелая судьба Вот Вы Если говорить о вас Вы же Практически Целенаправленно Шли Вот к этой Цели Быть Солисткой Театра Оперет Ну если я От себя могу сказать То С 12 лет В Леопайском театре Я участвовала Во всех музыкальных спектаклях Так как Моя мама сама была Актрисой В Леопайском театре И Инесса Чача Ставила еще Гавайский цветок Балет И я там танцевала Она еще Потом Мы когда вспоминали Я ей сказала Инесса А ты помнишь Как ты ставила Гавайский цветок И я была в этих солистах Которые Четыре Ну Кони Танцевали Да У меня была цель Что я буду работать Только В театре Оперет В народных театрах В Сарканайс Металургс Я получила Как молодая актриса В 14 лет Я была Ну как лучшая В тот год И потом В Сигутском народном театре Мне попросили Чтобы там была Трагическая ситуация Чтобы я помогла Там я тоже Была названа Лучшей актрисой Народного театра И когда поступила В консерваторию Тогда уже все Нынешняя музыкальная академия Тогда там уже все знали Что Индра Да Она идет На На театр Оперетты Хотя я закончила Вокальное отделение С ролей Мими Пучини И Голос пустыни В театре Оперетты уже И Карлос Памш Все время За мной следил Это В то время Был художественный Руководитель Театра Он все время Следил Как я развиваюсь Как я расту На каждый Экзамен Он участвовал И Ян Искайек Всегда шел мимо И только спрашивал Ну когда ты придешь А я знала Что мне надо быть Очень сильно Вокально Потому что Танцевать Я танцевала Драматически Я Да Я уже знала Что и как С чего Надо начать Вот И вокал Я училась у Регины Фринберг Профессора Муз Академии Вот такая Я пришла В театр Оперетты В 1986 Годов Получается Что Руководитель Этого театра Присматриваясь Он не только Следил За Труппой Но он Следил Внимательно За тем Что происходит То есть Заранее Чтобы Присматривать Новые Какие-то Яркие Таланты Я скажу Что В вокальном Отделении Конечно У каждого Была Мечта Вот именно Петь В театре Оперы Балета Но я Хотела Я хотела Говорить Я хотела Танцевать И потому Я От своей Цели Никогда Не отказывалась А Карл Спамше Ждал Меня В театре Он Это Не скрывал Потому Что Его Мечта Была Ставить Госпожу Бавариль Где Гунарс Розенберг Списал Музыку И он Сказал Вот Когда Индра Придет Он Будет Ставить Этот Спектакль Он Уже Все У него Были Там Все Эти Его Мечты Уже Осознованы Там Насчет Декораций Насчет Костюм Это У него Все Было Вот И он Ждал Когда Я Приду В театр Да Но В театре Нашим Слушателям Просто Может быть Кто Не Застал Это Время Кто Не Приходил На эти Спектакли Было Две Труппы Была Русская Труппа Латышская Труппа И вот Как Это Сосуществовало Вместе Как Какие Были Постановки Что Происходило Ну Естественно Была И русская Труппа И латышская Труппа И Очень Было Часто Так как Труппа Русская Была Не Настолько Большая Ну Люди Есть люди Они болеют И очень Часто С латышской Труппы Солисты Заменяли Русских Спектаклях Коллег Своих Вот И поэтому Мы Очень Дружный Был Театр Очень Дружный Поэтому Мы Существовали Очень Хорошо И Получалось Так Что Каждый Год Мы Ездили На Гастроли И Мы Ездили По Бывшему СССР Латышская Труппа Естественно Со Своими Спектаклями Ну По СССР Не Может Ездить Потому Что На Всю Латвию Да Летом Летом Ехали По Латвии Вот Это Все Летом Было Мы Ездили По Всей Мы Объехали До Вплоть До Новосибирска Там Мы Были Вот Так Что И в Москве И в Ленинграде Где Сильнейшие Но Считается В принципе Труппы И Везде Мы Были На Аншлагах Мы Помню Когда Выходили И Люди Стояли Брали Автографы Нас Не Отпускали Со Сцены Такие Аплодисменты Были Что Мы Даже Терялись Думаем Сколько Можно Кланяться Сколько Можно Кланяться Уже Отпустите Вот Ну Так И Было Я Просто Тоже Помню Что В 80 Годы Я Как раз Учился В Москве И Ко Мне Приезжали Очень Много Друзей Естественно Показывая Ригу Я Приводил В театр Оперет И Маститы И Они Выходили Ну Просто С Открытыми Глазами И Удивлялись И Говорили Что Неужели Как Это Так Да Вообще Очень Даже Впечатляет То есть Это Был Какой То Действительно Такой Момент Гордости Потому Что С И С С И С С Вот Можно Одну Реплику В связи С Этим Мы В гардеробе Вече Тоже Сидела С Албина Франковская Виктория У нас Были Замечательные Отношения И Профессиональные Разговоры А вот Насчет Жанра Опереты Вот Единственное Что Мне Молодой Не нравилось Вот Был Один Что Везде Уже Все Люди Знали Что Спектакль Опереты Оканчивается Ну Всегда Хорошо И Потому Когда Мы Ставили С Гробовским Спектакль Песня Пустыни Мы До Конца Вот Эту Интригу Держали И Прям Люди В зале Начали Вот Знаете Когда Сумочки Так Чик Чик Ну Так И В зале Было Ну Люди Заплакали Значит Удалось Поверили Потому Что Мы До Конца Держали Интригу Что Не Будет Хороший Конец И Прям Потом Сказали Что Мы Думали Ну Разве Сигмунда Ромберг Конец Трагический В этом Спектакле Но Мы Вот Как-то Вот Актерский До Последнего И Только Последний Момент Да Что Любовь Победила И Да И Они 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 Месте Так Так Что Вот У Меня Сразу Был Такой Подход К Этому Жанру Что Юрис Капрал Пришел Песни Пустыни Так Индра Спела Балет Продолжает Танцевать Индра Ты Уходи Тут А я Подхожу Я говорю Юрис А почему Мне Надо Уходить Я говорю Я тоже могу Танцевать Я встала С балетом И тогда Эти батманы Были Там Трудные Эти батманы С левой ногой С правой Я танцевала Вместе С балетом В этом Спектакле Так что Вот Я искала Всегда Ну такие Ну интересные Такие Четы Чтобы не был Штамп Ну так Подход Другой Какой Репертуар Был В театре То есть Это Ну Сколько было Современных Пьес Сколько было Классических Там Оперет Ну Сказать В процентном Отношении Очень сложно Например Был спектакль Такой Тогда В Севилье Там Испания И на Кастанетах Мы играли И Танцы были Вот Жанна Глебова Там блистала Где в Москве Нас не отпускали Минут 20 Ну это звезда Со сцены Сильва Наша Вот И поэтому И босиком мы танцевали На пальцах мы танцевали И степ мы выучили Так что мы не степ танцевали Так что у нас Было разнообразие Мы даже Сказали А вот оперники Только могут свою классику танцевать А у нас все что хочешь И разговаривать тоже могли Да И петь тоже балет мог Да У меня даже были Ронзи Саппу Вспомнишь? Да Ну так Я же Играла же И роли тоже Ну ты расскажи В Розмари Я Ванду играла Вот В спектакле Кстати Меняла с Жанной Глебовой На одну роль Да Мы были Какие молодцы Вот И второе было Балсовое Танголита Вот Так что Мы тоже там То есть требовалось Требовалось от работников Театра опереты Чтобы они Могли все То есть и петь И танцевать И Свободно играть Ну в принципе Ну не совсем так Да Но из балета Да Ну бывает так Что они настолько Эмоциональные И актерские Сильные Что они могут Это сделать Потому что мы же Актерское мастерство Тоже проходили Учаясь в балетной школе Так что для нас это Только мы это Мимикой всегда делали Ну как в любом Балетном спектакле А тут еще надо Уметь разговаривать А это не все могут Некоторые Хоть у тебя как мышки А это же надо У нас микрофонов не было Как сейчас Наушнички Полный зал И ты должен Даже шепотом сказать Чтоб тебя услышали На балконе Это насколько надо Идти Изнутри Чтоб тебя Слышно было Вот мне тоже Микрофон придвинули А потом отодвинули Потому что У меня голос Поставлен И поэтому Меня слышно было Всегда Так что Вот так вот И вот эти Прекрасные Вот Дни Еще Восьмидесятых Годов Когда Появилось Очень много Я понимаю И таких И современных Постановок И вот Что произошло Дальше Вот какая Вот такая Странная Вот черная Кошка Перебежала Дорогу Театру Почему Вдруг Все Начало Меняться И меняться В худшую Сторону Ну я думаю Что Как сказать Советский Союз Рухнул Мы решили Вернуться К капитализму Значит Хватай Не глядя Называется И вот Мое Личное Ощущение Что нас Целенаправленно Просто Задушили Первым делом Естественно Русскую Труппу Распустили Которая Приносила Больше всего Денег В театр Потом Представьте Когда из театра Делают Варите Не варите Даже я не знаю Что Когда 15 рядов Убрать И сделать Ложи со столами То есть Человек Ну представьте Сейчас в национальном Театре Если будут Столы Так сказать Ложи Люди будут С напитками Да Или в театре Опера и балета Вы даже Это себе Представьте А вот У нас Это сделали Естественно За это Надо платить Это был 95 Это был 92 Я скажу 92 Год Да И сам Аргумент Был Что мы Не можем Вам платить Денег Нету Со мной Была Иная История Потому что Я с 88 Года Мне Карл Спамши Опять Как сказать Заговорил Уговорил Эдуард Розенштрауса Что есть Вот такая Солистка В театре Вот она Была бы Хорошая Рядом И мне Начались Параллельно Театру Концеты Я была Как будто Месте с народом Во время Атму Ады Но театры Мне Это работа Я ничего Не пропускала Из-за Концертов Но Мои Дороги Переплелись С Ольдерцем Дункерсом И я ему Два раза Два раза Сказала Нет И В 92 Году Он Сказал Нет Мне Молодую Красивую Девушку Не боюсь Этого слова Я на себя Теперь смотрю Так со стороны И А он стал Директором Да Он пришел Убрали Романа Гробовского Убрали Вообще Из театра Я говорю Вот именно Убрали Карлеса Памши Вообще Его Он тоже Ушел Из театра Потому Бовари Ему не Разрешили Дункерс Сказал Мне Вы Театру Не нужны Я с дочкой Стояла На Бривибас Улице Бривибас Я была Первая Потому Я говорю В каком-то Смысле Я первая Легендарная Которую Дункерс Сказал Вы не нужны Театру Только что Сыгравшие Главные Роли И потом С русской Труппой Сказал Все Спектакли Будут Только на Латышском Языке Хотя Они могли Все На Латышском Языке Я извиняюсь И петь И петь Говорить И сказали Что они Только Будут На Разовые Приглашаться Ну конечно Это было Все Понятно И в то Время Не были Надыкставы Я Платышеско Говорю Да Никакие Компенсации Ничего Не было Я стояла Вот так На Бреве С маленькой Дочкой За Руки И думала Слава Богу Что меня Что меня Не слышит Моя мама Там на небе И не видит Ну то есть Вот это была Какая-то Очень Трагическая Действительная Ситуация Когда Внезапно Закончились Деньги Когда У людей Не было Я понимаю Денег Может быть Идти В театр И Это повод Это повод Искали повод Всякие поводы Тогда Не так Поют Тогда Не так Говорят Тогда Не так Танцуют И не так Смотрят Это знаете Вот Это чисто Такая Морала Вардарби По-латышски Это было Отношение К театру Просто Искали Повод И знаете Что если Хотят Кого-то Угробить Повод Всегда Можно Найти Вот Это Трагедия И Получается Так Что Начали Потихонечку Избавляться От Работников Театра Сначала Русскую Труппу Кого-то Из Латышской Труппы И Вот Как это Отразилось Вообще На моральном Климате Театра На его работе Ну Тяжело Конечно Потому что Мы Настолько Все были Дружные Коллектив Один Большой На всех Как говорится Как одна Семья Мы себя Чувствовали И когда У тебя Чего-то Отрезают Ты как-то Себя чувствуешь Уже Не настолько Уютно Это первое Потом Когда ты Приходишь В полупустой Зал И эти Ложи Стоят Пустые А зритель Который Даже Пришел Он должен Сидеть 16 Или 20 Ряд Но это Тоже Не очень Приятно Вот А так Мы их Глаза Видели Мы их Выражение Лиц Видели Да И Это Все Конечно Это Все Убивало Вот Хорошо Некоторые После Когда Театр Говорят Вы не волнуйтесь Вы найдете Работу Будет Аперета В оперном Театре В оперном Театре Прошла Вдова И что-то Еще Два Или Три Спектакля Всего Нам разрешили В пару месяцев Разрешили нам Там Так сказать Поработать Но мы Знали Сто процентов Там это Не удержится Это как Там Так Бросили Вкусняшку Собачки Глотните И успокойтесь Это Примерно Выглядело Так Так Оно И вышло Что Было Причиной Может быть Ну действительно Кому-то Приглянулось Это здание Потому что Вот мы Сейчас тоже Подходим К судьбе Этого здания Ведь Самое поразительное Что театр Был образован И существовал Не в самые лучшие времена После войны В сорок пятом году Когда вообще Был голод Разруха И тем не менее Вот Людям нужно было Какая-то позитивная нота Поэтому оперета Была Самая Самая Такое Доступная И востребованная Когда люди Не задумывались О том Что их ждет За стенами Спектакля Театра Они как-то Немножечко Отходили от этого И тогда легче Уже справляться С любыми трудностями Позитив Всегда Помогает В любой Жизненной Ситуации Всегда нужно Быть оптимистом И даже В эти суровые Годы Когда я осталась Тоже без работы Без ничего Меня позитив Выручал Потому что я По натуре Позитивный человек Ничего Прорвемся Найдем Способи Выживем Умереть Не умрем И все И вот так Постепенно Все восстановилось Но я хочу сказать Что люди разные Ну хорошо Я такая Света такая Да Потому что Мы Как сказать Живем с уважением К своим родителям Которые Нас Родили Так и я Стояла На Бри Вибас И с уважением Маме И благодаря ее Что она меня Родила И выпустила В этот мир Я в тот момент Сказала Что Ничего Из-за пары Ни людей Не будет так Что мне не сложится Моя жизнь Вот И в тот момент Я поняла Что никто За тебя Не встанет Что ты Берешь Свою жизнь В свои руки Что ты Ответственный За свою Жизнь Вот Для меня Я приняла Вот Эту Дефиницию В тот момент Когда я стояла На улице Бри Вибас И Сразу Подключились Мои друзья Я Меня повели К Взеду Взедуанису Чеверсу В министр Внутренних дел Я там Целый год Работала Переводчиком У меня Вот Как Неплохой Русский язык, я помогла там с документами на латышский язык, так что мои друзья сразу как-то со мной вот встали вот горой, да, потому что я могла уехать и в Германию, мне брали там в хор, я могла поехать в Америку, но я жила с этой, с детства, с этой мечтой находиться на сцене, именно в жанре опереты, а тут ты стоишь на улице с маленькой дочкой, тут вся обернулась, вся жизнь, но, как я и сказала, люди есть разные, конечно, мы знаем, не все люди выдержали, ушли люди, они уже там наверху на нас смотрят, потому что каждый стрессовые ситуации принимает по-разному, и если голова и сердце больное, тогда человек это не может выдерживать. А как сложилось, может быть, у кого-то еще судьба, кто уехал, куда уезжал, как вот? Ну, так как я со всеми, кто в соцсетях поддерживает отношения, например, молодые артисты балета, они нашли, поехали на пароходы, пароходы, варите дело, там еще куда-то, сейчас кто где живет? В Греции, в Испании, в Израиле, в Америке, Канаде, в Германии, в Англии, в Италии тоже есть, поэтому разбросала нас всех судьба, но мы как-то все равно, вот насколько мы были сплоченные, мы до сих пор поддерживаем связь, как бы ни было, мы поддерживаем связь, поэтому мы как-то все равно поздравляем с днем рождения, узнаем какие-то новости, что у них нового, что у нас нового, то есть мы все равно общаемся, хоть нас тысячи километров разделяют. И опять-таки, и все все-таки работают по своей профессии, вот Элвира в Канаде, Дайга Гроссман, вот она ушла от этой жизни, все только, вот что значит, что ты профессионал, что ты в своем, ну, в своем, так сказать, в своей сфере работаешь, и... Мы стали педагогами, в принципе с детьми сейчас занимаемся. Да, с педагогами. Инесса Чача, ведь с ней я все время поддерживаю контакт, она и участвовала в моих проектах. Как мне что надо было, я всегда шла к Карлесу Памше, если мне надо был совет. Я очень рада, что у нас есть вот именно историк театра оперета, это Эдгар Скраминч, который написал замечательную книгу Карлеса Памше. Понимаете, вот насчет темы опереточный театр сейчас стал очень актуальный, тем более сейчас начался снимать документальный фильм опереты саркс, ну, как это по-русски? Страшопереты. 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 «Страшопереты». Радио. Всех очень приглашается, подайте свои телефоны в соцсетях нам. Встретимся 5 сентября, потому что это наш праздник, нашему театру. Пусть сложилась, может быть, судьба не такая, как мы все надеялись, но мы встретимся вместе и будем думать, что нам дальше делать и как эту историю всю, главное, не забыть, потому что все время все 25 лет все умалкивают, вообще об этом не говорят и как будто вообще никого нас никогда не было, нас не было, нету, это, знаете, как нету человека, нету проблем. Вот это самое ужасное и я очень надеюсь, что это документальный фильм и что когда-то будет у нас министр культуры, министр финансов, которые поднимут все договора, все документы в связи помещения театра Перетты. Я очень верю, я тоже понимаю, то, что это очень реально и что помещение вернется жанр музыкальных спектаклей, в которые ходят и классическая Перетта, и мюзикл, и рок-оперы, да, так что мы надеемся, что мы доживем Света с тобой. А куда мы денемся? Но какая странная, действительно, там какая-то запутанная история, я знаю, что вы даже пытались разобраться в ней, почему, куда, эти права на здание, кому они принадлежали, и почему вроде бы это государственный был театр, и государственный должно принадлежать государству, там открылся как бы частный клуб, и вот насколько здесь вот все ли было? Да, а знаете, я сегодня ехала вот на радио мимо, я 25 лет я езжаю мимо на бри и бас и вот сегодня ехала мимо, там все серо, там все так запущено с этой стороны, теперь там бинго, клуб бинго и кебабс рядом, тогда был такой магазин, тогда сейчас уже мы дошли до кебабс, я думаю, что тут надо вообще все перечеркнуть, поднять, потому что это помещение, там все законы, я думаю, что договор, я думаю, они там уже давно, просрочили, да? и я очень верю, что наконец какой-то журналист, который вот нароет всю эту ситуацию, что там вообще происходит в этом помещении и почему так стараются все это умалкивать или кто-то это специально делается, чтобы мы не узнали там фамилии или что и я думаю, что это тема, которую в государственном уровне надо поднять и подготовить трупу новую, у нас есть хореографическое училище, музыкакадемия, культ академия, утрамотников. Пожалуйста, за два года можно трупу обновить, сделать, пустить там молодых, конечно, нас тоже может быть посмотреть, вот, и пустить, чтобы люди сделали музыкальный театр и отдали об обществу то, что отняли. И это принадлежит нашему обществу, этот театр, это вардарбиги, скажи слово мне, убрали, отрезали. Ну да, бывшим хозяевам возвращали же все дома и так далее, а почему не могут вернуть то, что принадлежало в принципе народу? Это народу принадлежало, и я не вижу никакие там другие, какие-то там варианты, вернуть помещение и обновить весь коллектив и оркестр, и хор, и солистов. Мы у нас очень талантливые люди, молодые, очень талантливые, им будет место работы. Интра, Линтони, Лучка и Светлана Синькова. Сегодня в нашей студии мы вспоминаем историю оперетты. Вдруг, если у вас тоже есть, что вспомнить, вы ходили в 6721219, 93.9 67213, 93.9. Вот мы до эфира говорили о том, что в истории театра как будто бы вот эти последние годы были вычеркнуты вообще, и вот многие постановки, в которых вы участвовали, вообще как будто бы их не существовало. А не было, да. Я писала свою книгу там о театре оперетты, и я смотрю, увидела музей музыки, там такой ящичек внизу, и там написано театр оперетты. Я думаю, ох, посмотрю, смотрю, а меня там вообще нету, вообще нету периода, там спектакли Дункерса, конечно, были, не были вообще ни рунцы за боку, а русской труппой вообще не будем говорить. Это такая непонятная история вообще, кто этому, кто будет ответственный за целые периоды. Это все надо восстановить, потому я призываю всех коллег, приносим фотографии, не забываем, не забываем историю нашего театра и поставим немножко сколько по возможности сил, конечно, восстановим память нашего театра. Это же ничего, что там какие-то пару нелюдей испортили там 300 людям жизни. Ничего, сплотимся опять, мы сильные, мы сможем. Тем более, если ящичек маленький, это что, за 50 лет больше ничего не происходило, это же не за год. Да. Но если маленький ящичек. Обидно. По идее, информации было, сколько, в принципе, телевидение снимало, сколько постановок Панкрат делало, спектакли, и балет отдельно снимали, и спектакли снимали. Так что, может быть, телевидение осталось, не знаю, где-то в архивах, но опять, это надо кому-то порыться там, если еще что-то осталось живое. И знаете, я вот как-то параллели вот смотрю, вот нынешняя ситуация, вот пандемия, вы видели, как работники, культработники сплотились, даже со своими ящиками шли по улице, а тут целый коллектив солистов весь оставили без ничего, и тишина, знаете, и тишина. Это как-то, ну так непонятно, так что, я говорю, все молодцы, потому что все вместе могут что-то, могут что-то сделать, и видите, как борются работники культуры сейчас за свои, ну как сказать, за свое, ну чтобы выжить. Свое место под солнцем. Но тем не менее, вот название театра Аперетты, оно часто используется для каких-то проявления мероприятий, и вот получается так, что, ну как будто бы, ну его используют уже другие люди, которые почти не имеют отношения к этому, то есть, какой-то бренд уже, что-то такое вот, ну вызывающее, может быть, приятные какие-то воспоминания. Но это не то. Может быть, я начну, и ты продолжишь. Попробуй. Потому что я, наверное, но это моя, моя мысль. Я считаю, что такой бренд, как театр Аперетты не имеет никто права вообще брать и забрать. Театр Аперетты был ликвидирован в 95-м году, 31-го декабря. Если, у меня тоже многие музыкальные проекты, если человек хочет ставить классический Аперетт, пожалуйста, можешь заплатить за зал оркестру, балету, там режиссеру, солистам, очень хорошо, давай делай спектакль, но как ты имеешь право называться театром Аперетты? Мне как-то вот это не могу я с этим, но не принимаю я это. А спектакли пусть делают, если могут все это покрыть, как я говорю, очень-очень хорошо. Это только радует то, что этот жанр очень любим людям. Но во всем мире ведь звучит «Ну что за жизнь без Йохана Штрауса?» Ну, хоть бы, да, да. И этот жанр и все это, но это людям нужно, это красота музыки нужна. А именно если мы говорим про фонд Аперетты, да? Ну, наверное. Ну, я даже не знаю, это фонд или что это, но когда говорят «Вот Аперетта», но это люди со стороны пришли, да, может быть, они профессиональные певцы, но я вижу, они не умеют даже фраг носить. Извините, там немножечко другое. То, что ты поешь хорошо, это еще не значит, что ты хороший актер, потому что нужно быть еще и актером, надо уметь костюм вынести и носить его. Но если ты сгорбленный, там какой-то, и ты там поешь хорошо арию, ну, на это смотреть не очень приятно. И тем более у нас еще есть профессионалы, у нас есть астрокреслення, дзинтрамельки, профессионалы. Но если вы сами что-то не умеете, не знаете, есть ведь люди, кому попросить. Посоветоваться даже хотя бы. Да. и тем более я хочу сказать, что я с Соти очень большой радостью, вот, хочу очень видеть астрокресленню. Я всегда ее встречаю, мы в одном районе, живем я ее, Якобса, пусть ему земля будет пухом, да. Всегда такие, ну, с ними так приятно было работать, ну, молодая, это позитив, который вот от Якобса, да, вышел. Рената Штейнберга, Пупшто, Зинаида, ну, такие, такие личности, как их вообще можно забыть? Потому, я думаю, тут вообще надо книгу с красными буквами, которых после девяносто первого года выставили на улицу и черными буквами, которые не дождались, вот, хотя вот этого 5 сентября масса латцы, который будет праздник именно для работников театра оперетты. И опять-таки жалко, что это происходит не в Риге, опять где-то на задворках. Мы над этим работаем, эту идею вот так уже подолим, будем разговаривать с министром культуры, будем разговаривать с этим культур капитал фонд, потому, что рижане должны видеть своих кумиров, кто еще остался жив. Вот тут уже опять-таки, да, и что с почестью, конечно, государство должен, по-моему, опять, государство должно извиниться этого первых и сказать спасибо за то, что вы выжили и за то, что вы еще вспоминаете с такими, ну, с сердечной светлостью этот театр. С любовью. С любовью, да. Потому что там прошла вся жизнь, можно сказать. А это мероприятие, это будет концерт, на него можно будет попасть, посмотреть. Бесплатно. Мне еще вот Лукас Мартинкевич, он продюсер этого мероприятия, и все там, ну, так задумано, не хочется все так публично сказать, но если это удастся, как они задумали, тогда это будет очень красивый такой мероприятие, там будет концерт, я знаю, потом и угощать будут, и потом опять будет открытый микрофон, что нам очень нравится, открытый микрофон, когда мы там выходим и рассказываем все, что мы думаем. А самое смешное, когда это импровизация. А Света в декабре сделала шпагат вместе там с школой хореографии, вышла на Канкан и бросилась на шпагат. Вот такие у нас профессионалы. Ну что же, спасибо вам большое, что вы пришли сегодня, рассказали столько, я думаю, для многих это была очень такая яркая страница жизни театра Перетты, когда приходили люди и выходили с, ну, просветленные, с каким-то с хорошим настроением, может быть, отвлекаясь от тягот и забот нашей повседневной жизни. Вот многие театры перешли, вот пережили эти тяжелые времена каким-то образом, а вот некоторым театрам это не удалось, и, к сожалению, вот вспоминая и отмечая этот юбилей 75-летие, наверное, вот действительно стоит обратиться, может быть, чтобы и Министерство культуры, и наше государство все-таки задумалось над тем, что этот театр нужен и нужен вот в наши вот сейчас дни. Спасибо вам большое, Индра Линтоня-Лучка и Светлана Синькова сегодня были в нашей студии. Спасибо вам. И вам спасибо. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.